МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водитель автомобиля погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Пассажиры получили травмы различной степени тяжести. В субботу, 12 августа, около пяти часов утра, компания молодых людей на автомобиле «Хонда Аккорд» выехала на Лаевожскую дорогу со стороны поселка Искателей. По словам одного из пассажиров, скорость движения превышала 160 км в час. Водитель иномарки не справился с управлением и совершил опрокидывание легковушки в Кювет в районе 2-го километра автодороги на Ринмар-Красное. От полученных травм водитель погиб на месте. Известно, что ему было всего 23 года. У него в автомобиле также находилось 4 пассажира. Данные пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести, доставленные в приемный покой, как бы уснал НОП. При проверке водителя по оперативным данным учета было установлено, что данный водитель был ранее лишен водительского достоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время проводится экспертиза на наличие алкоголя в крови погибшего. Губернатор дал поручение ускорить процесс внедрения системы ГИЗ ЖКХ в Нинецком округе. Речь идет о размещении информации органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими и управляющими организациями в государственную систему. По словам руководителя профильного департамента Алексея Еремеева, в ходе размещения информации возникают сложности, препятствующие внедрению системы. В частности, встречаются дублированные адреса многоквартирных домов. Кроме того, информация заносится несвоевременно. «Соберите глав местного самоуправления города и района, соберите управляющие компании, контролирующие органы, проведите совещание и ускорьте процесс внедрения ГИЗ ЖКХ в Нинецком округе», сказал губернатор Игорь Кошин, руководителю профильного департамента. Эта система поможет сделать отрасль жилищно-коммунального хозяйства более прозрачной и понятной для населения и других потребителей услуг. Она поможет улучшить качество жизни, поэтому необходимо активизировать работу по ее полноценному внедрению в нашем регионе. В системе ГИЗ ЖКХ содержится информация о коммунальных услугах, проведенных работах, системах коммуникации, жилищном фонде. Поставщики услуг обязаны размещать в ГИЗ ЖКХ отчеты о своей деятельности, данные о тарифах на оплату жилья, перечень должников по коммунальным услугам и прочее. В первую очередь, они должны это делать для создания своеобразной обратной связи между потребителем коммунальных услуг и их поставщиками. Реконструкцию автодороги по улице Октябрьская планируют завершить к концу августа. Уже второе лето там идет масштабный ремонт автодороги, которая станет комфортнее как для пешеходов, так и водителей. По данным Департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Нинецкого округа, срок завершения контракта с компанией-подрядчиком на Ринмар-Доремстрой 30 августа. На сегодня работы на объекте идут по графику. Дорожники выполняют установку трубопроводов и линий коммуникации. На автодороге будет полностью заменено освещение. С двух сторон проложены тротуарные дорожки, установлены автобусные павильоны, появится тактильная плитка для ослабовидящих групп населения. В рамках проекта будут реконструированы и светофорные комплексы на перекрестках с улицами Пионерская и Ваучейского. Общий объем финансирования по проекту составляет 92 миллиона 600 тысяч рублей. Работы по реконструкции были начаты в 2016 году. В этом году будут освоены оставшиеся 60 миллионов. Работы по тушению свалки в поселке Искатели могут завершить во вторник. Сегодня на полигоне ТБО остались небольшие очаги возгорания, которые находятся под контролем пожарных, рассказал журналистом заместитель начальника главного управления МЧС России по Нинецкому округу Александр Игнатьев. На объекте работают 7 человек личного состава МЧС, 2 единицы пожарной техники, экскаватор, задействованы коммунальные службы. Открытого горения уже нет, остались локальные очаги возгорания. Ситуация, скажем так, она кардинально улучшилась на свалке. Мелкими еще очагами, там отдельными, горение продолжается, скажем так, в завалах. Но личный состав работает, организован подвоз воды, скажем так, бесперебойный. Привлечена тяжелая техника и, в принципе, сейчас свалка уже для задымления поселка Искатели опасности никакой не представляет. По словам Александра Игнатьева, ситуацию с задымлением поселка помогло улучшить направление ветра. Теперь дым уносит в сторону реки Печора. По прогнозам спасателей, работы по тушению полигона могут быть завершены во вторник. В настоящее время свалка закрыта для приема ТБО. В дальнейшем местные власти будут решать ее судьбу. Заброшенная котельная в поселке Факел снова оказалась в огне. В воскресенье в дежурную часть пожарной службы поступил звонок о возгорании заброшенного здания, которое сегодня не эксплуатируется. На место происшествия выехали пожарные расчеты. Эти кадры опубликованы на сайте информагентства НАУ-24. На них видно, как пожарные проливают каркас здания. Строение деревянное, поэтому пламя уничтожило стены в считанные минуты. В пожаре никто не пострадал. Здание, оно неэксплуатируемое, с открытым доступом внутрь. Скорее всего, что это кто-то там неосторожно поборщался с огнем из каких-то неустановленных лиц. Сейчас инспектора проводят по этому поводу проверку. Уже будет более-менее конкретно что-то понятно. Благоустройство городской среды в следующем году продолжится. На реализацию приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды в регионе планируется направить в 2018 году не менее 60 миллионов рублей. Об этом сообщили в Департаменте строительства, ЖКХ, Энергетики и Транспорта НАУ. Муниципалитеты региона приступают к сбору предложений жителей о включении дворовых и общественных территорий в программу на следующие пять лет. На сегодня свои проекты по благоустройству территории уже могут предложить жители окружной столицы. Предложения от Наринмарцев будут приниматься до 20 августа. После этого до 25 августа общественная комиссия примет решение по каждому из предложений и до конца сентября проведет общественное обсуждение проектов. Заявку по установленной администрации Наринмара в форме необходимо приносить вместе с оформленным протоколом собрания собственников домов и схемой, в которой нужно обозначить, где и что жители хотели бы разместить. В текущем году в приоритетном проекте участвовали жители 81 многоквартирного дома, но только в 54 случаях собрания жильцов набрали необходимое количество голосов для принятия решения о благоустройстве своего двора. Сельские муниципалитеты также начнут прием заявлений от жителей в ближайшие дни. С 2018 года помимо Наринмара и поселка Искатели в проекте будут участвовать Канинский и Приморско-Куйский сельсоветы, поскольку в их состав входят населенные пункты с численностью населения свыше 1 тысячи человек. В здоровом теле здоровый дух. В округе отметили День физкультурника, а самые спортивные жители Наринмара в этот день собрались на стадионе «Лидер», где их ждал мини-футбол, стритбол и армрестлинг. Как приятно в начале учебного года перебирать свежие тетрадки, рисовать новыми карандашами и заполнять яркий дневник. Это помнит каждый школьник, бывший и настоящий. Но некоторые семьи не в состоянии обеспечить такую простую радость ребенку. Чтобы дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не чувствовали себя обделенными, в Наринмаре стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Действительно, на сегодняшний день есть семьи, в которых воспитываются дети, семьи малообеспеченные, семьи в трудной жизненной ситуации. Поэтому вот такая необходимость, она у нас есть ежегодная. Потому что понятно, чтобы ребенок успешно учился, его нужно, в общем-то, обеспечить всем необходимым. Уже обеспечивают. Несмотря на то, что начало акции было объявлено 9 августа, с первых дней неравнодушные граждане стали приносить вещи. Ребятишкам, которым требуется помощь, необходимо практически все. Канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, наборы для детского творчества, школьная форма, портфели, спортивная одежда. Эти предметы для успешной учебы ждут не только маленькие жители Наринмара, но и ученики сельских поселений. Заявления поступили уже из поселка Красного, из поселка Нальминоз. То есть мы охватываем еще и сельскую территорию. В общем-то, да, акция носит заявительный характер. Но прежде всего, вот нам обратились специалисты отделения помощи семье и детям. Они осуществляют патронаж этих семей. Это все будет доставлено по назначению. Все пересчитывается, то есть ведется особый учет. И с приглашением специалистов отделения помощи семье и детям, детям-волонтеров. То есть это все будет распределяться по школьным таким наборам и по действительно особой нуждаемости. И еще обязательно учитывая возраст школьников. Внести свой вклад в портфель каждого нуждающегося ученика могут не только жители округа, но и предприятия и организации. Канцелярские и другие школьные принадлежности будут приниматься до 31 августа. По адресу город Наринмар, улица Рабочая, дом 17А. Здание комплексного центра социального обслуживания. Валентина Чибичек, Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Жив, здоров и вполне доволен собой. Бурый мишка питомец из заповедника Ненецкий вызвал беспокойство среди жителей города. Наринмарцы, приезжающие навестить Косолапова, не обнаружили медведя в клетке. Как нам рассказал директор заповедника Ненецкий Станислав Золотой, с медведем все в порядке. Здоровью Косолапова ничего не угрожает. К приезду нашей съемочной группы медведь находился в вольере и охотно позировал гостям. Правда, как купается Косолапый, съемочной группе заснять не удалось. А в Ненецком округе отметили День физкультурника. 12 августа в окружной столице на стадионе «Лидера» собрались любители здорового образа жизни. Там прошли соревнования по мини-футболу, стритболу и армрестлингу. Со спортсменами пообщалась наша съемочная группа. Запыхались сейчас только с поля? Да, да, да. Кто выигрывает? 1-0, пока выигрываю. Герман Городилов из искательской команды «Спартак» только что отыграл первый тайм с командой из Нельминоса. Пока, говорит спортсмен, удача на их стороне, ведь на поле он играет с друзьями детства, а на трибуне его поддерживает самый маленький болельщик – сын Денис. За кого сегодня ты болеешь? Я спартака. За спартак? За спартака? А кто у тебя там играет? Папа. Пятилетний Денис, как и папа, мечтает стать футболистом, поэтому не теряет времени и тут же на поле отрабатывает очередной пас. А в это время команда «Спартак» снова забивает гол. Звучит свисток об окончании матча. Счет 3-0. Алексей, сложный матч был? Ну, конечно, сложный, потому что последний раз мы играли в кедах, играли в спортзале, сейчас в бутсах, совсем другое поле, мяч и отскок. Вот сейчас разговаривают с вашими соперниками, сказали, что очень сильная команда. Ну, мы относимся к сильной команде, мы давно играем, и сыгранная команда. Единственное, что здесь нельзя говорить о фаворитах, потому что так же все после отпусков не играли, то есть неизвестно, кто где, кто как выстрелит, и плюс удача же тоже должна сопутствовать. Удача ребятам «Спартака» сопутствовала на протяжении всех таймов. По итогам игры им досталось серебро. Лучшими в мини-футболе стали спортсмены команды «Нордгвардия». Всего же в игре с мячом боролись 10 команд. Немало желающих сразиться было и в уличном виде баскетбола в стритболе, который от баскетбола отличается размером площадки. Она составляет ровно половину баскетбольной и имеет всего одно кольцо. Стритбол, несмотря на свою молодость, уже имеет множество поклонников по всему миру. Среди них и Артем Коробешкин. На соревнованиях в День физкультурника он совмещал роль судьи и игрока. В итоге Dream Team занял первое место. Всего же в стритболе соревновались пять команд. Пока шел счет с заброшенным из зоны бросков в уличном стритболе, на другом конце стадиона соревновались в древнейшем виде спорта – армрестлинге. Одним из участников спортивного единоборства стал Александр Рочев. Александр, давно вам рестлинг занимаетесь? Да нет, только начали. Но уже есть успехи, да? Ну, так сказать. А раньше соревновались уже? Да, конечно. А где? На фестивале, и в Усинске был, и здесь, на Венмарии, которые проводят соревнования. В принципе, последний год даже поменьше, но плотненько стараюсь заниматься. Есть и победы, да? Ну, есть и победы, есть поражения, все нормально. Что пожелаете в День физкультурника? Здоровья, здоровья. Хорошей погодой, только в такие праздники. Хорошая погода порадовала всех спортсменов, и не только в городе. Приуроченные ко Дню физкультурника мероприятия прошли и в сельских поселениях. Веселые старты, турниры по шашкам, волейболу, футболу организовали в Оксино, Коткино, Красном, Нижнепёше и Нельмином Носе. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В августе православные отмечают сразу три праздника, называемых в народе Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Сегодня, 14 августа, празднуют первый из них Медовый, который еще называют Маковым и Спасом на воде. Этот день связан со множеством народных поверьей и традиций. Подробнее о них узнала Любовь Пермякова. К 14 августа на Руси пчеловоды и бортники собирали мед из переполненных ульев, а в День Спаса его несли в церковь для освящения. Уже освященный мед можно было пробовать и угощать им близких и соседей. Из свежего меда готовили различные лакомства – медовые напитки, пекли пряники, варили квас. И, конечно же, такая традиция была очень основная. Скажем, вот у бортников надо обязательно ребенка накормить, не пожалеть меда ребенку. Считается, что если пожалеешь мед ребенку каким-то детям, то пчелы могут пропасть. Кроме детей очень ждали Маковый Спас и девушки. В народе считалось, что в этот день прощается любой женский грех. Можно обмыть грехи. Идут крестным ходом на водоемы, на родники, освящают колодцы, чистят старые колодцы, новые освящают. Чистят, причем старые колодцы очень тщательно, по крайней мере, раньше так и было. Естественно, моют скот. Это вот такая вот у них традиция непременная. Ну и купаются сами. И считается, что после этого Спаса-то и купаться больше нельзя. А еще 14 августа собирали мак. В этот день он обладал магическими свойствами. Чтобы волосы у красавица крепли, не выпадали и не секлись, на Медовый Спас в них заплетали засушенные цветы мака и надевали веночки. Также готовили маковейский цветок – букет из мяты, чабреца, календулы мака. Он служил не только как домашний оберег, но и как магнит для привлечения в дом счастья, благополучия и изобилия. На Маковый Спас наши предки помогали вдомам и сиротам по хозяйству, выметали весь ссор, мыли полы и посуду от грязи, приносили угощения и оказывали материальную поддержку. Кто чем мог. Считалось, что оказанная в этот день помощь обязательно вернется человеку счастьем. Любовь Пельмякова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.